Приветствую всех любителей шахмат! Продолжается турнир чемпионов на сайте chess24.com И сегодня у нас одна из мощных атак второго отборочного дня Белыми играет Даниэль Нарадиски, черными у Esliso Даниэль является шахматным стримером, шахматным комментатором Очень активно участвует в жизни шахмат А у Esliso девятый в мире по рейтингу, достаточно мощный шахматист, двухкратный чемпион Америки И давайте посмотрим, Е4 играет Даниэль У Esliso отвечает Е5, последовал ход конь Ф3 Конь С6, слон Б5, все стандартно, испанская партия Черные напали, белые отступили, конь выходит на Е6 Короткая рокировка, Б5 Обычно черный ставит слон Е7, потом Б5 Но у Esliso немного другой план, он любит другую расстановку Он играет сначала Б5, а на слон Б3 слон С5 Пропускает слона, пешку ставит на Д6 И слон активно поддавливает на позицию белого короля Д3, последовал ход Д6 А4, белые пытаются взорвать ферзевый фланг Ладья на поле А8 чувствует себя неуютно И стандартно, типичный план для испанской партии Убрать ладью на Б8 Ладья Б8, разменялись с Ели Последовал ход слон Е3 Хочется выбить эту активную фигуру И после размена линия Ф открывается для тяжелых фигур белых Короткая рокировка, ферзь Е1 Ферзь Е7, конь Х4 Белые торопятся запрыгнуть коням на поле Ф5 Ж6, пока никто не пускает Конь С3, развиваем последнюю фигуру Конь идет на поле Б4 Где-то С5 при случае готового черные провести Последовал ход ферзь Ж3, такая попытка атаки Король Ж7, король идет под шаг, далее шаг Слон Ф5, ладья Ф5 И белые хотят и вторую ладью подтянуть И надавить на коня Ф6 Поэтому вполне логично его заранее отвести Конь Б7, ладья Ф1 Ф6 И последовал ход конь Б5 Разменялись Конь Б6 Х4, попытка где-то ходом Х5 Ослабить позицию черного короля Возможно, лучший ход все-таки Запрать этого слона Слон, в принципе, достаточно неприятный При случае не выпускает короля И не получится убежать Но последовал ход С6 Весли слов свои планы Слон С6 Ферзь С7 Цепляется к пешке С2 Слон бьет Б5 Ферзь С2 Вот так вот активизировались черные Теперь пешка Б2 под боем Но они бросили короля фактически На произвол судьбы И дальше нас ждет достаточно интересное событие Интересные события, жертвы Последовал ход Х5 Ферзь бьет Б2 А6 Дается шаг На король А6 Просто ладья Ф6 С давлением у белых Ну и с атакой, естественно Поэтому последовал ход Король А8 Но это является уже серьезной ошибкой У белых висит слон И они ставят еще и ферзя под бой Ферзь Ж5 Теперь, конечно, брать нельзя Давайте покажу для любителей мата Естественно, последует взятие Ладья Ф8 И мат Так как пешка А6 Отнимает поле Ж7 И королю просто некуда бежать Поэтому этого в партии, конечно, не последовало А на ферзь Ж5 Последовал ход Ферзь Б5 То есть фактически у черных был выбор Забрать ферзя Либо забрать слона И в любом случае они проигрывали Ладья Ф6 Угрожает размен Брать, конечно, нельзя Забрали и съели И ферзь Ж7 Мат Поэтому идет ладья на поле Е8 Удар на Ж6 Все так же грозим шаг и мат А на конь Д7 С идеей контролировать поле Ф6 Последовал ход ладья Ж7 И на 29-м ходу Уэсли Со уже сдался Ну, действительно Угрожает ход ладья Ж7 Ну, то есть на любой фактически ход Да Мы просто пробили Король Х7 И ферзь Ж7 На доске чистый мат Если же сыграть В этой ситуации Ладья Допустим, Ж8 То у нас есть простой под Ферзь Е7 И матуем То есть теперь на Висит пешка на Х7 На взяли-взяли мат, конечно Если же сыграть вот так вот Конь Ф8 То не помогает Ладья Ж8 Король Ж8 И мат буквально Со всех сторон Ферзь Ж7 Вот так вот Девятого шахматиста в мире Шахматный стример С ческом По совместительству Международный гроссмейстер С рейтингом 2630 Тоже вполне достаточно Мощный рейтинг Но У слесов Все-таки Рейтинг 2770 Где-то Всем, друзья, спасибо За ваше внимание Если нравится Подписывайтесь на канал Всем добра И хорошего настроения